Мы находимся в самом дорогом номере в нашем отеле, по площади 227 квадратных метров. Здесь на первом этаже большая гостиная, свой камин, на втором этаже у нас несколько спален. Стоимость номера данная на двух людей, на сегодня 50 тысяч рублей в сутки, включая завтраки. Спрос на люксовые предложения в этом сезоне вырос, хотя варианты побюджетнее все равно остаются хитом продаж, рассказывают в международных сетях отелей Красной Поляны. Например, в самый пик 4-6 тысяч рублей в сутки за апартаменты с гостиной и собственной кухней. Излюбленный вариант среди большинства туристов. Чтобы не сдавать позиции одного из самых привлекательных мест в России для сноубордистов и лыжников, Поляне готовы предлагать самые разные варианты, от бюджетных до эксклюзивных. У наших гостей, у всех наших отелей есть интересная возможность, они могут просматривать камеры, которые специально выведены для них. То есть они в онлайн режиме могут просматривать количество людей, которые катаются сейчас на трассах. Они могут просматривать, какая погода на улице, они могут просматривать просто пейзажи нашего курорта в онлайн режиме. Спустя год после Олимпиады, как прогнозировали некоторые эксперты, отели в горном кластере повально закрываться не стали. Наоборот, зимние курорты превратились в целые городки со своими улицами, магазинами и торгово-развлекательным центром. Если в самом поселке Красная Поляна живут около 4,5 тысяч человек, то, к примеру, только на одном горнолыжном курорте Горки-город могут разместить 6,5 тысяч туристов. Генеральный менеджер четырех- и пятизвездочного отелей Дирк Шпиндельдрейр не устает радоваться и хвастать гостиничной статистикой. В Новый год и Рождество отели были заполнены на 96%. Сейчас средняя загрузка выше половины. Следующий месяц тоже расписан. При этом облюбовали Красную Поляну не только русские, но и немцы с австрийцами, говорит Дирк. Число наших зарубежных гостей заметно увеличилось. Например, моим друзьям из Германии сейчас, когда рубль ослаб, выгоднее отдыхать здесь, в Сочи, в Красной Поляне. И сравнивая работу горных курортов в Швейцарии и здесь, они были удивлены. Местные горнолыжные базы ни в чем не уступают. По сути, это первый настоящий сезон для этих курортов, которые здесь находятся после Олимпиады. И он идет очень хорошо. Есть загрузка, есть люди. Зато Европа в этом году, по подсчетам аналитиков, может недосчитаться около 20% российских горнолыжников, значительная часть которых меняет зарубежную лыжню на Красную Поляну. В мире есть всего несколько туристических мест, где днем можно кататься в горах, а вечером гулять по берегу моря. Конкурировать с курортами Дубая, Калифорнии и Южного острова Новой Зеландии вполне готов и российский Сочи. Всего за 11 дней новогодних каникул свой след на снеге в Красной Поляне оставили больше 180 тысяч человек. Поток людей такой, говорят сотрудники баз отдыха, что работать приходится как на конвейере. На несколько дней в новогодние праздники пришлось даже ограничить продажу скипасов, билетов на подъемники. 3-4 января в самый разгар отдыха в горный кластер приехало 43 тысячи туристов, в два раза больше, чем рассчитывали принять. Среди тех, кто опробовал сочинский снег, был и губернатор Александр Ткачев. Глава региона, спустившись по нескольким трассам в самый разгар сезона, проверил, справляются ли курорты с нагрузкой. Уже после, по горячим следам, на совещании по развитию горнолыжных курортов края Александр Ткачев озвучивает, с точки зрения бизнеса, не удовлетворить такой спрос, значит упустить свою нишу на рынке. Конечно, мы должны думать сегодня уже о расширении курортов, о привлечении уже новых склонов в этот город, туристический кластер. Мы видим по опыту европейских курортов, они на этом зарабатывают огромные капиталы. И миллионы российских туристов уезжают из страны и оставляют там средства, значит налоговую базу, значит создают предпосылки для развития бизнеса, только европейского. И созданием этого курорта, благодаря, конечно, Олимпиаде, Олимпийскому проекту, мы, безусловно, разворачиваем ситуацию вспять. И у нас есть все шансы, чтобы российский турист раз и навсегда остался в России в зимнее время года. Об изменении всей концепции зимнего курорта поговаривают и в самих горах. Роман Киранчук, главный инженер эксплуатации спортивных объектов, практически живет на склонах и трассах. Считает, что создание зоны единого скипаса в Красной Поляне в ближайшие три года должно стать приоритетной задачей. Недаром на такую систему давно перешли в Европе и Америке. Будут завязаны курорты канатными дорогами и горнолыжными трассами, будут соединяться. Это позволит лыжникам, сноубордистам беспрепятственно, покатавшись на одном курорте, переехать и оценить возможности соседнего курорта. По одному билету единому. Это позволяет распределиться лыжникам, сноубордистам по всей территории Красной Поляны, там, где доступны склоны для катания. Естественно, это растягивает и минимизирует очереди на канатных дорогах и горнолыжных трассах. Прогресс колоссальный. Строилось все с ноля. Здесь не было практически вообще ничего. Заходя на очередной вираж на своем ратраке, машине, которая разравнивает снег, Максим Лавренов готов разложить целую ретроспективу создания Красной Поляны, как горнолыжного курорта. Человек, который больше похож на любителя солнечной Ямайки, чем заснеженных в горы, кандидатов мастера спорта по лыжам, участвовал в создании этих трасс до Олимпиады. По его словам, ни один горнолыжный курорт еще не строился за 6-8 лет. Обычно развитие подобных мегапроектов – эволюция длиной в полвека. Сейчас Красная Поляна имеет готовую инфраструктуру целиком и полностью. Отели, рестораны, тренажерные залы, склоны, подъемники. Качество катания здесь отличное. Если вернемся к разговору, что Поляна, в первую очередь, это еще мека вне трассового катания. Из-за того, что здесь выпадает большое количество осадков, очень пухлого-пухлого снега. За одну ночь в Поляне может выпасть метр снега, поэтому склоны притягивают множество райдеров. Вне специально подготовленных трасс сорвать пухляки, то есть проехаться по свежевыпавшему снегу. Сюда стекаются сотни опытных лыжников и сноубордистов. После Олимпиады трем горнолыжным базам в Красной Поляне в наследство осталась вся инфраструктура. В Розе-Хутер, например, самая крупная в Европе система искусственного снижения и скоростные спуски на 140 км в час. Трассы, где проходили зимние игры, очень популярны среди туристов и становятся имиджевой фишкой курорта. На Олимпийских еще, чтобы, понимаешь, ощущать дух Олимпиады. Вот туда на Олимпийскую не ходили, кататься нет. Там не видно, что внизу творится. Мне очень нравится, мне очень удобно. Безумно классная трасса, очень удобно построена. И снега достаточно, все просто в сутер. Здесь общались люди, кто даже за границей отдыхали, они говорят, ничем не уступают, даже местами лучше трассы здесь. На самом деле разнообразие вот этой трассы любой сложности для любых, и новичков, и для тех, кто уже умеет кататься. Развитие горного кластера – вопрос стратегический. Эта отрасль – одна из ключевых краев, поэтому существующую инфраструктуру, хоть и новую, нужно постоянно улучшать. Особенно это касается транспорта. Вопрос стал одним из основных на совещании по развитию горных курортов на Кубани. Добраться до Красной Поляны можно на «Ласточках», рейсовых автобусах из Адлера и на своем автомобиле. Правда, в последнем случае свободное место на парковке придется поискать. Отсутствие парковочных мест в надлежащем количестве – это, конечно, мешает функционированию курорта и так далее. Какие у нас приприятия в этом смысле имели дефицит парковочных мест? И горки город, и «Газпром» на сегодняшний день, и соотношение их парковочных мест к их фондам, жилым, составляет от 73 до 83%. Соотношение, которое стоит у «Розахутор» на сегодняшний день приближается к 47%. Это по отношению к постоянно проживающим. А емкость самого курорта в «Розахутор» в два раза больше, чем… Но просто с комфортом покататься и отдохнуть в отелях недостаточно, считает губернатор. Из кубанского гостеприимства нужно делать полноценный бренд с использованием местного колорита, ставит задача Александр Ткачев. Мы действительно должны уходить от таких размытых форм обслуживания, потому что мы построили курорт на Кубане, на юге страны, где рядом производится огромное количество товаров, продуктов питания, качественных, экологически чистых. И, конечно, люди интересуются местными, локальными продуктами. Найти в Красной Поляне ресторан именно кубанской кухни действительно оказывается не так легко. На весь курорт одно официальное заведение. Еще во время Олимпиады здесь опробовали кубанскую кухню на иностранцах. Эксперимент прошел успешно. Теперь меню на французском, английском и немецком языках. Конечно же, наш кубанский борщ. Они так смакуют, они с таким, вначале с опаской, откусывают эту перчину, потом понимают, что ой, да это вкусно. Это, конечно же, было у нас топовым брендовым блюдом нашего заведения. Борщи улетали кастрюлями. Вот сейчас мы, улыбаясь взглядом в будущее, представляем, что придется еще печатать, видимо, меню на китайском. Ожидается большой наплыв китайских туристов. Гости из Поднебесной уже начали прощупывать кубанскую землю. Первый поток китайцев – руководители турфирм. После знакомства с Сочи, Красной Поляной, они готовы отправлять сюда своих соотечественников в недельные туры. Горнолыжный сезон в Красной Поляне заканчивается в начале мая. К этому времени здесь рассчитывают принять миллион туристов. Цифры, которые говорят о потенциале зимнего отдыха в традиционно летнем Краснодарском крае. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Валерий Пятов, Кубань-24, Сочи.